Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-бах! Всем привет дорогие друзья и я рад приветствовать вас на своем канале. В последнее время мы довольно много говорим о ремейке первой мафии и нам постоянно приходится обращаться к прошлому, к оригинальной игре и ее сюжету. Но сегодня я бы хотел поговорить о будущем, о будущем серии мафии. Но, естественно, не с философской точки зрения, а с точки зрения фактов, слухов и вообще всего, что касается продолжения игры «Мафия». То есть о «Мафии 4». И в этом видео мы разберем все, что известно о следующей части этой многими любимой игры. И чего же нам стоит ждать после выхода ремейка. И тут вы, наверное, подумали, а что ты еще можешь рассказать, мы и так все знаем. Но я уверяю, что нас ждет много всего интересного и хронометраж этого видео тому подтверждение. Поэтому наводите чаек, присаживайтесь поудобнее и без долгих вступлений. Погнали! Для начала нам нужно ответить на вопрос, а разрабатывается ли «Мафия 4» в принципе. Потому что если нет, то тогда о чем вообще можно говорить. Но ответ вы и сами прекрасно знаете. Конечно, разрабатывается. И как раз с этого мы и начнем. Признаюсь, в самом начале я вас обманул, ибо нам все-таки придется вернуться в прошлое. Но на сей раз не на 20 лет, а всего-навсего в 2016 год. Как вы уже догадались, 2016 год — это год выхода третьей части. За несколько недель до выхода игры «Ангар 13» собрались на общее, простите за тавтологию, собрание. На котором президент УК, Кристоф Хартман, объявил, что все разработчики получат дополнительные бонусы после выхода «Мафия 3». Правда, только в том случае, если игра перейдет порог в 80% положительных отзывов на «Метакритик». Естественно, все были рады такому положению дел, но, к сожалению, как мы знаем, этому не суждено было сбыться, потому что «Мафия 3» не доползла и до 70%. И это стало отправной точкой всех проблем «Ангар 13». Моральный дух упал. Многие разработчики уволились или были уволены. Среди них оказались арт-директора, директора по дизайну, продюсеры, также художественный руководитель. А это, как вы понимаете, не последние люди в разработке. Из-за всего этого «Ангар 13» были потеряны и не знали, в каком направлении им дальше двигаться. Но нужно отметить, что отчасти были и хорошие новости. Во-первых, в «Третьей Мафии» были и удачные моменты, к примеру, режиссура, катсцены, диалоги, а также продажи игры. Это была самая быстро продаваемая игра издателя. И тут также стоит сказать, что темы разработки «Мафия 3» вообще неоднозначны, потому что в том, что в итоге получилось, виноваты все. И «Ангар 13», которые не смогли реализовать техническую часть игры, и издатель, который постоянно давил на разработчиков, требуя от них «ГТА в мире мафии». С вот этим вот по кругу замкнутым геймплеем. Да и к тому же игра должна была выйти в определенную дату, и «Тейк Ту» не позволяла делать переносы. Поэтому доделать игру просто не дали. Там еще очень много всего интересного. Я даже скажу, что третья часть могла получиться еще хуже, если бы не «Ангар 13» как раз. Но это тема для другого видео, которое я также обязательно сниму. Ну, возможно. Но сегодня немного о другом. После всей этой катавасии все закрутилось еще сильнее. 2017 год. В этом году случилось несколько важных событий. Первое — это волна увольнений. Второе — это объединение «Туки Сич» и «Ангар 13». А также разделение команды на две части. Одни занимались дополнениями к «Мафия 3», а вторые начали думать, что им делать дальше. И, естественно, первоначальный план состоял в разработке следующей части. То есть «Мафия 4», где главным местом должен был стать Лас-Вегас 1970. Подробнее об этом мы поговорим чуть позже. Но издатель, возможно, понимает, что не совсем успешная «Мафия 3» — это их вина тоже, предлагает «Ангар 13» выбором. Либо делать четвертую часть, либо делать свой собственный проект. И разработчики выбирают второй вариант. И этим проектом, как вы уже, наверное, догадались, стала «Рэпсиди». Игра должна была перенести нас в Берлин 1980. А сюжет повествовал о русском шпионе-еврее, чьи родители были убиты в трудовом лагере. Нас же спасают американцы, а затем вербуют шпионскую организацию под названием «Рапсодия». И нашей целью, соответственно, является выполнение заданий, дабы спасти мир и поиск убийц родителей, дабы им отомстить. Герою приходится выбирать между общественным благом и личным удовлетворением. Ничего не напоминает? Да, «Ангар 13» решили воссоздать в своей новой игре то, что лучше всего получилось в «Мафия 3». В игре планировалось уйма всего. Нам нужно было шпионить, использовать различные гаджеты. Инвентарь был ограничен тем, что мы могли незаметно возить на автомобиле. И еще много всего. Но главной фишкой игры должна была стать музыка. На музыке должны были основываться воспоминания, детективный режим и так далее. Идея хорошая, но она же и загубила игру. За эту тему так вцепились, что разработчики сами перестали понимать, что хотят получить в итоге. Кто-то видел уже не шпионаж, а экшен. Кто-то хотел добавить в игру способности, которые вызывались бы нажатием клавиш в такт музыке. И все это давило на разработчиков. Но самой главной проблемой стал вопрос лицензирования всего музла, которое достигало миллионов долларов. И в связи с этим от этой идеи пришлось отказаться. В ангар 13 опустили с руки, и в итоге они так потерялись, что даже через год разработки они сами не понимали, какой будет игра. Плюс в компании вновь прошлась волна увольнений, и решение оказалось простое. Игру просто отменили. Вот так вот. Но вы, наверное, задаетесь вопросом, какое отношение все это имеет к Мафия 4. И вот тут очень интересный момент. Вся вышеперечисленная информация являлась неподтвержденной. Ее опубликовал Джейсон Шрайер еще в 2018 году. Он, конечно, личность известная в плане инсайдов, но, тем не менее, все это было лишь его статьей, которую, по его же словам, он написал основываясь на разговорах с некоторыми разработчиками из самой студии, которые, естественно, пожелали остаться анонимными. Выглядит сомнительно, но есть одно но. Вся информация подтвердилась после того, как город из отмененной игры нашли в Mafia 3 Definitive Edition. Точнее, город нашли в файлах ремастера, которые отсутствовали в оригинале. И путем несложных манипуляций его удалось загрузить в Mafia 3 и даже немного побегать по нему. И вот к чему я все это рассказывал. Во всей этой прекрасной истории есть один очень маленький, но очень важный кусочек. Шрайер упомянул о том, что действия Mafia 4 должны были проходить в Лас-Вегасе. А раз вся информация о рапсодии оказалась правдивой, то есть основания полагать, что и вышесказанное про четвертую часть Мафии тоже верно. Но это лишь небольшой звоночек. Дальше будет еще интересней. Затем в игру вступает портал Reddit, который публикует огромный пост, в котором пользователь под ником TheTruthTeller1985 Простите, сам я это просто не выговорю. Утверждает, что общался сразу с тремя инсайдерами. Двумя бывшими разработчиками компании и неизвестным журналистом, которые поведали одну и ту же информацию о разработке четвертой части. Согласно статье, сразу после отмены рапсодии, разработчики, за отсутствие других вариантов, решили продолжить работу над Мафия 4. Действия игры развернутся в Лас-Вегасе 1970-х, а история вернется к истокам и расскажет именно про мафию, то есть главный герой будет непосредственно относиться к мафиози. Сюжет будет построен линейно, то есть будет только одна линия, настоящая, в отличие от третьей части, где были флешбеки, вставки, интервью и прочее. Однообразные миссии канули в лету, а в игре будут новые механики, типа менеджмент зданий. Движок игры остается прежним, то есть от Мафия 3, но он сильно переработан. Также автор сообщил, что студия уже начала процесс захвата движений и релиз намечается на 2021 год. А также он упомянул ремастер второй части и его скорый выход. И можно было бы подумать, что автор просто взял материал Шрайера и опубликовал ту же информацию. Однако, как вы могли заметить, я специально сделал упор на том, что в посте также говорится и о ремастере второй части. Но пост был опубликован 7 месяцев назад, когда о ремастере никто еще и не знал. И вот ремастер уже вышел, а значит, как и в случае с Джейсоном Шрайером, можно сделать вывод, что раз инсайт про ремастер оказался верным, то информация про четвертую часть тоже может быть верна. Более того, в том же посте он упомянул и ремейк Resident Evil 2, что якобы ремастер будет такой же масштабный. И позже сами разработчики, уже после анонса, скажут то же самое. Правда, это было сказано не про ремастер Мафии 2, а про ремейк первой части, но тем не менее. Ну и это еще не все. И кульминацией всего этого стал портал Еврогеймер. Его чешское подразделение публиковало статью, в которой также говорится о Мафии 4, Лас-Вегасе и о всем том, о чем я говорил ранее. Единственное отличие заключается в том, что Еврогеймер преподнес эту информацию не как слух, а как факт. И тут вы тоже можете сказать, да мало ли кто там и как преподносит информацию. Доказательств ведь нет? И тут вы правы. Прямые доказательства определенно отсутствуют. Но тут главное, кто написал эту статью. А написал ли ее Ян Дискотсу или Дискокил, хер его знает. Но это и не важно. Важно то, что именно он еще в 2012 году рассказал о разработке Мафия 3. И как вы можете предположить, вывод тот же. Если он предсказал выход Мафии один раз, то почему он не может сделать этого и сейчас? И вот что мы имеем. В 2018 году Джейсон Шрайер рассказывает нам о разработке Рапсодии и о Лас-Вегасе в Мафии 4. Информация о Рапсодии подтверждается. В 2019 году Reddit публикует статью, в котором говорится о ремастере Мафия 2 и о Мафии 4. То же самое, что говорил и Шрайер. Информация о ремастере подтверждается. Еврогеймер, а точнее Ян Дискотсу или Дискокил, хер его знает, когда-то предсказавший выход Мафии 3 и рассказывает нам все то же самое, о чем говорили и предыдущие инсайдеры. Итого у нас три инсайда, основанные на словах разработчиков и журналистов. Авторами являются люди, чьи слова так или иначе уже подтвердились. И я думаю, что сомнения, если все-таки есть, то они минимальны. Ну а теперь давайте разберем все подробности о Мафии 4, которые у нас имеются. И также ответим на вопрос, каковы шансы того, что четверка выйдет такой же некачественной, как и третья часть. Начнем, пожалуй, с первого. Итак, как я уже говорил, действия игры будут разворачиваться в Лас-Вегасе 1970-х. И по сути, временная линия начнется с того момента, где закончилась третья часть. Повествование будет линейным, то есть будет задействовано только одно время, настоящее, и не будет никакой ретроспективы. Но при этом сюжет охватит целых десятилетий. Изначально планировалось сделать привычное повествование, где будет и прошлое, и настоящее, и будущее, но от этой идеи отказались. Главный герой новый, и скорее всего итальянец, либо же тесно сотрудничает с итальянской мафией. И тут, как мы видим, ангар 13, учли ошибки Мафия 3 и вернулись к классике, кое и должна оставаться мафия. Будут ли в игре персонажи из предыдущих игр серии, пока неизвестно. В игре будет огромный город, и в это тоже охотно верится, в той же Мафия 3 город был довольно приличным по своим габаритам. Многие механики, которые были удалены из стройки, будут реализованы в четвертой части. И самый главный из них станет построение собственной империи. И масштабы будут невообразимые. Вы можете строить здания, выкупать их, реставрировать, улучшать, открывать казино и так далее. Однако есть и то, что остается только в Мафии 3. И это хорошо. Я сейчас говорю о повторяющихся миссиях, от которых ангар 13 с радостью отказались. Игра будет сделана на движке Мафия 3, но для новой игры его сильно переработали. И если верить слухам, то разработка началась еще несколько лет назад. И в данный момент студия активно занимается захватом движений. И тут мы плавно подходим к вопросу о качестве новой игры. Тут, пожалуй, самая сложная часть видео, потому что это палка о двух концах. На одной стороне мы имеем примеры, на которые можем опираться, а на другой стороне находится опыт. Когда я говорю опыт, я имею ввиду, что извлекли авторы из своих ошибок. Опять же, обо всем по порядку. С примерами все понятно. Тут у нас Мафия 3, которая хоть и продалась довольно неплохо, но сама по себе игра оказалась далеко не самого лучшего качества. Как геймплейно, так и технически. И об этом говорят те же оценки с Metacritic, Steam'а и так далее. Из-за этого Vanguard 13 словила просто невероятную волну критики, в том числе и от меня. Но при всем при этом нужно постараться абстрагироваться от третьей мафии и посмотреть, что мы имеем в сухом остатке. И давайте посмотрим на второй конец. Я сейчас пропалку, о которой я сказал немного ранее. Во-первых, как я говорил, на то, какое получилось в Mafia 3 повлияло очень много факторов, среди которых не только разработчики, но и издательство, которое требовало от игры то, что требовать не надо было. И в этот раз Vanguard 13 имеют большую свободу и по большей части делают проект таким, каким хотят его сделать сами. Без издателя, стоящего над душой. Контроль, безусловно, есть, но уже далеко не такой жесткий. И в этом плане компания имеет все шансы на успех. Во-вторых, это люди, которые стоят за разработкой четвертой части. Как я говорил ранее, многие сотрудники, работавшие на третьей части, не вошли в сделку и их заменили новые. И вот тут мы переходим к самому интересному. Мы знаем, что в троечке относительно хорошо получилось стрельбан и режиссура. Эти пункты определенно перекочуют и в четвертую часть. Все остальное было так себе. И вот, что мы наблюдаем. В 2017 году к студии присоединились Дэвид Форд, главный квест-дизайнер Horizon Zero Dawn. Для тех, кто не в курсе, за разработку интересных заданий в играх отвечают именно квест-дизайнеры. А значит, разработчики однозначно решили избавиться от вышка гейминга, на котором базировалась вся Мафия 3. Марк Норрис. Он также связан с Horizon и является старшим продюсером. Я думаю, не нужно объяснять, насколько прекрасной игрой получилась Horizon. Джон Грэм, специалист по спецэффектам Raven Software и технический директор Sledgehammer Games, который является разработчиками Call of Duty. И Саймон Хэмилин, ведущий программист Deus Ex Human Revolution. И тут становится понятно, что разработчики стараются золотать дыры новыми кадрами, дабы следующей Мафии исправить все то, что не получилось в Мафии 3. Более того, как я и говорил, в том же 2017 году произошло слияние 2KC и Angr 13. А в 2018 была волна сокращения штата. Это я все к тому, что сейчас Angr 13 уже далеко не та студия, что делала Мафия 3. Сейчас команда имеет опыт, большую свободу и внушительный кадровый состав. Но возникает резонный вопрос. Если студия работает над ремейком первой части, то кто работает над Мафией 4? Как можно одновременно разрабатывать два таких амбициозных проекта? И как это отразится на итоговом качестве и ремейка, и четверки? Тут ответ тоже довольно простой. Путем всех этих сложных манипуляций, увольнения, объединения, распределения, перевода углевода и так далее, Angr 13 получила 4 студии. Одну в США, две в Чехии и одну в Великобритании. Соответственно, половина команды занимается ремейком, а вторая половина сиквелом. Тут разные источники говорят абсолютно разную информацию. Одни утверждают, что на четвертой части работают все подразделения, кроме чешских. Другие говорят, что именно чешские подразделения разрабатывают четвертую часть, а остальные делают ремейк. Но я больше склоняюсь к первому варианту, потому что именно команда из Брайтона, которая находится в Великобритании, сделала первые наработки по Мафия 4. По крайней мере, об этом говорят вышеупомянутые источники. Но это, собственно говоря, и не важно. Важно то, что даже несмотря на небольшое количество сотрудников в команде, их будет достаточно, чтобы сделать качественно и то, и другое. И отчасти, потому что ремейк и сиквел связаны между собой. Каким образом? А вот таким. Друзья, в этой части видео будут чисто мои умозаключения, которые, естественно, не доказаны, но я постараюсь сделать их основой на фактах и логике. А они говорят следующее. Ангар 13 хотят убить двух зайцев одновременно. Ремейком они хотят проявлечь новую аудиторию, реабилитироваться перед старой и доработать четвертую часть основой на отзывах ремейки. Помните, я говорил, что инсайдеры утверждают, что якобы Мафия 4 разрабатывается на том же движке, что и Мафия 3, только сильно переработанным. Так вот, ремейк тоже разрабатывается на таком движке. Я думаю, что разработчики хотят посмотреть, как воспримут этот движок игроки и что в нем следует доработать. Поэтому оба проекта разрабатываются параллельно, так как с технической точки зрения имеют много общего. Тут, конечно, стоит сказать о том, что если эти умозаключения верны, то Ангар 13 очень сильно рискует, потому что если ремейк провалится и будет негативно воспринят фанатами, то Мафия 4, как, собственно говоря, и Ангар 13, извините, пизда. Но это та самая пресловутая палка с двумя концами, потому что, с другой стороны, есть шансы, что разработчики это понимают и выложатся на полную, дабы не обосраться и реабилитироваться в глазах всех игроков после Мафии 3. И в завершении, как всегда, мои мысли. В том материале у Джейсона Шрайера и о других вышеупомянутых источниках, помимо информации о Мафии 4, было очень много инсайдов, которые на данный момент подтвердились. Там и про Рапсодию, и про Ремастеры, и про Объединение Туки Сичи и Ангар 13 и многое другое. И так или иначе, все это казалось верным. Поэтому я вынужден предполагать, что инфа про четвертую часть тоже верна. И если это действительно так, то я рад, что команда решила вернуться к классическому сеттингу, и нам вновь расскажут то о Мафии, а не о том, как мы с ней боремся. Что же касается самой Ангар 13, то я повторю свои слова из прошлого видео, которые вы, кстати, тоже можете посмотреть. Там мы разбираем трейлер, который показали на PC Gaming Show и еще некую дополнительную информацию, новые, так сказать, подробности. Сплывашку с этим видео вы сейчас видите наверху на своем экране, а также есть ссылочка в описании. Так вот, когда-то я очень гневно отзывался разработчиков, но учитывая обстоятельства, нужно понимать, что вина за это говно лежит не только на плечах разрабов, но и на плечах издателя. И сейчас у Ангар 13 есть реальный шанс доказать, что они не лохи. Единственный шанс реабилитироваться, в который студия вцепится всеми зубами и не отпустит его до самого конца. Поверьте, они не меньше вашего хотят сделать что-то стоящее, чтобы их больше не поливали грязью. Либо, конечно, они вновь обосрался, и тогда до свидания. На этом у меня все. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. И, как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, если видео вам понравилось, и ждите новых роликов, друзья. Всем пока.